В 9 стихе перед нами само вознесение Иисуса Христа. Иисус возносится в небеса от земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Затем являются ангелы. Вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужик Галилейский, что вы стоите и смотрите на небо? А дальше они повторяют обетование второго пришествия. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Почему необходимо было вознесение Иисуса Христа? Одна из причин заключается в том, чтобы слухов не было. Что если бы Иисус вдруг исчез, просто исчез? Или ушел так, чтобы никто не видел, куда Он ушел? Тогда были бы слухи. В шиитском исламе есть поверие о так называемом двенадцатом имаме, последнем великом представителе Аллаха на земле. Этот имам исчез, так говорят шииты. Они говорят, что он появится на земле во время битвы Армагеддонской. Иранские мусульмане-шииты. В основном также в Ираке мусульмане-шииты. Именно поэтому они не имеют ничего против битвы Армагеддонской. Они не имеют ничего против того, чтобы сбросить атомную бомбу на Израиль, например, потому что они считают, что их Мессия вернется во время битвы Армагеддона, в Армагеддоне, Армагеддонской битвы. И они ждут этой битвы, потому что он просто исчез. Они говорят, что он до сих пор жив. Они говорят, что он не умирал. Иисус умер, Иисус воскрес из мертвых, но Иисус не исчезал. Иисус вознесся, вознесся в небеса, перед глазами свидетелей. Сделано было это также для того, чтобы доказать Его духовную власть. Он вознесся от земли, и ангелы объявили об этом. Объявили также о том, что Он вернется снова. Кроме того, было заложено таким образом основание Его возвращения на землю. Как Он покинул землю, так же Он и вернется на землю. Я уже говорил Вам о том, что верю, что Его нога коснется земли именно в том месте, с которого Он ушел, на Масличной горе. Деяния можно представить себе следующим образом в виде краткого плана. Иисус возносится вверх, Дух Святой сходит вниз, и Церковь распространяется вширь. После Вознесения Иисуса Христа апостолы собрались в горнице. Им нужно принять несколько важных решений. Дальше мы видим перечисление тех апостолов, которые собрались в горнице. Но в горнице не только ученики, но также и женщины. Мать Иисуса Христа, братья Иисуса Христа тоже там. И им предстоит кое-что сделать. Им нужно решить, кем заменить Иуду. Помните, что раньше было двенадцать? Теперь одиннадцать. Иуда был одним из учеников. Теперь Иуда мертв. Кстати, потерял ли Иуда свое спасение? Нет, не потерял. Он никогда не был спасен. Потому что Евангелие от Иоанна, двенадцатая глава, говорит нам о том, что Иуда всегда, давно уже крал деньги. Ужасно думать о том, что бывают лжеученики. Но если среди двенадцати был лжеученик, то уж точно сегодня в церкви есть лжеученики. Удивляться нам по этому поводу нечего. Особенно, когда мы видим человека, которого считали лидером. Например, Иуда. Он ведь был фактически казначеем у Иисуса. Так вот, нечего удивляться, если такой лидер вдруг оказывается даже не учеником, а лжеучеником. В Священном Писании мы это уже видели. В жизни и предательстве Иуды мы это уже видели. Так что же нам тогда удивляться? Что же нам приходить в шок? Итак, они собираются для того, чтобы заменить Иуду. Найти замену для Иуды. Они говорят об Иуде. Они говорят о том, что Он упал, и каким-то ужасным образом Его внутренности вышли наружу. Деяние 1, 18. В Евангелиях мы узнаем, что Он повесился. Как согласовать два эти рассказа? Да очень просто. Он повесился. Какое-то время Он повесел. Потом веревка оборвалась. Он упал на землю. И тело Его к тому времени уже настолько разложилось, что оно просто распалось, развалилось. Страшно об этом думать. Противно об этом думать. Но нужно отметить, что перед нами не взаимопротиворечащие рассказы, а взаимодополняющие рассказы. Евангелие дает нам некоторые подробности о Его смерти. Деяния апостолов дополняют эти подробности. Итак, ученики определили стандарты, которым должен соответствовать тот, кто заменит Иуду. Один из стандартов заключается в том, что это должен быть человек, который лично знает Иисуса Христа. Лично знал Иисуса Христа во время Его земного служения. Стих 21. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами к Господе Иисус, начиная от крещения Иоанна, до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Было два кандидата. Иосиф и человек по имени Матфей. Они помолились и бросили жребий. 26 стих. Просто берешь, два имени пишешь, шляпу кладешь и запускают туда руку и вытаскивают. Вытаскивают имя. Конечно, не совсем так было, но похоже. Теперь вопрос. Стоит ли нам сегодня бросать жребий в нашей христианской жизни? Есть христиане, которые на основании жребия принимали и принимают важнейшие решения. Так было неоднократно в истории церкви. Моравские братья, величайшие миссионеры, принимали решения именно таким образом. Джон Уэсли, основатель методистской церкви под влиянием моравских братьев, также принимал решения на основе жребия. А нам, принимать ли нам решения на основе жребия? Нет. Последний раз такое происходит. Такое бывает до того, как сходит Святой Дух. После зашествия Святого Духа, во второй главе Деяния апостолов, такого больше не делается. Да и сегодня, хотя иногда это бывает, обычно такого не делается. А в Деяниях первая глава это было. Выбирают они Матфея, он становится двенадцатым апостолом. Некоторые библейские проповедники говорят о том, что Матфея им выбирать было не надо. Нужно было выбрать Павла. Но Павел тогда еще и христианином-то не был, он еще спасен тогда не был. Некоторые проповедники говорят, что Матфея нельзя было выбирать, не надо было выбирать, потому что о Матфее больше ничего в Библии не сказано. Ну и что? О Фоме в Библии тоже больше ничего не сказано. О другом Иуде или о меньшем Якове также ничего больше не сказано. Есть немало учеников, о которых в Библии мало что сказано, потому что Дух Святой и Священное Писание не собираются охватывать служение всех двенадцати апостолов. Прежде всего, они заинтересованы в служении Петра и Иоанна. Иаков умрет в двенадцатой главе. А начиная с тринадцатой главы, Священное Писание будет говорить о том, кого Христос провозгласил апостолом, о Савле и Старсе, ставшем Павлом. Но Матфей фактически берет, занимает место Иуды. Мы пришли ко второй главе Деяния апостолов, к одной из самых важных глав всей Библии. Когда вы произносите Деяние, вторая глава, первое, что должно прийти вам на ум, это Пятидесятница, схождение Святого Духа. Иоанна, третья глава, рождение свыше. Матфея, пятая глава, Нагорная проповедь. Первая Коринфянам, тринадцатая глава, Любовь. Евреям, одиннадцатая глава, Вера. Деяние, вторая глава, Пятидесятница, схождение Святого Духа. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3W-TV-семинари.com Мы с вами говорим о Деяниях 2 глава, но прежде чем мы перейдем все-таки к этой главе, нужно сказать несколько слов о том, как определять волю Божию, как узнавать волю Божию, потому что я до сих пор вам сказал только то, что мы не бросаем больше жребий. Моравские братья этим занимались, Джон Уэсли иногда этим занимался, но я не могу рекомендовать, чтобы мы пытались понять волю Божию через случайность, случайность через бросание жребия, так как, например, апостолом стал Матфея, а не Иосиф. Если не так определять волю Божию, то как же? И если, прочитав первую главу Деяния апостолов, мы поняли, что жребий нам бросать сегодня уже не гоже, есть ли в первой главе Деяния апостолов ответ на вопрос, как нам узнавать Божью волю? Думаю, что да, есть. Во-первых, они собрались вместе для молитвы. Об этом мы читаем в 14 стихе первой главы. Главы. Они находились в горнице и молились. Очевидно, это была часто их практика. Они так и поступали. Поступали так часто. Перечисляются 12 учеников. Или так, некоторые из учеников перечисляются. Затем в 14 стихе мы читаем «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Они молились и также обращались к Священному Писанию, потому что с 16 по 20 стихи они истолковывают то, что произошло с Иудой, изучая фрагмент из 108 Псалма, фрагмент из Священного Писания. В 108 Псалме они обнаруживают слова. «Да будет двор его пуст!» Деяние 1.20. «И да не будет живущего в нем». Они смотрят на это как указание на Иуду. Дух Святой, очевидно, привел их к этому фрагменту. А затем они решают, что сделать после смерти Иуды на основании того же фрагмента. И достоинство его допримет другой. Итак, они определяют волю Божию через молитву. Они определяют волю Божию через Священное Писание. Но также они находят волю Божию через совместное обсуждение. Не каждый лично, не каждый индивидуально, а вся община верующих. Как же мы поступаем, когда нам нужно найти Божью волю? Исходя из того, что нам уже сказано, что нам уже открыто. Посланники Фессианам, 5 глава, 17 стих. Нам нужно, нам мы открываем волю Божию, исполняя ту часть Божьей воли, которую мы уже знаем. Исполняя Божью волю, повинуясь Божьей воле настолько, насколько мы ее понимаем, мы будем понимать ее еще глубже и узнаем то, что до сих пор нам не было открыто. Как познать Божью волю на будущее? Исполняйте то, что вы знаете уже сейчас. Я задам вам такой вопрос. Если вы не выполняете Божью волю сейчас, в том, что вы уже знаете, почему же вы надеетесь, что Бог откроет вам свою волю в будущем, в том, чего вы еще не знаете? Зачем? Зачем все это? Если вы знаете Божью волю частично и не исполняете, то вы непослушный человек. Чтобы выяснить Божью волю, исполняйте ее настолько, насколько вы уже понимаете. Именно это пытаются сделать апостолы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok